По данным Всемирной организации здравоохранения, травмы, в том числе полученные в результате ДТП, являются одной из основных причин смертности несовершеннолетних в Европе. В Беларуси ситуация улучшается. За 7 месяцев этого года число аварий уменьшилось с 220 до 207. Что позволило снизить печальную статистику и как обстоит ситуация на наших дорогах. Ответы на эти и другие вопросы искала Вероника Гамзюкова. На этой видеозаписи вы видите, как отец-бесправник на мотоцикле с двумя детьми пытается скрыться от сотрудников ГАИ. Шлемов не было ни у мужчины, ни у его детей. Одному из которых 10, другому всего 2 года. Когда водитель увидел инспектора в ГАИ, то вместо того, чтобы остановиться, резко свернул на проселочную дорогу и дал газу в надежде скрыться. Но в итоге не совладал с мотоциклом и опрокинул его на песок. Как оказалось позже, у горя отца не было прав, а в его крови обнаружили более 2 промилле алкоголя. А вот на этой записи видно, как женщина едва не совершила наезд на трех детей на пешеходном переходе. Подъезжая к дебре, она даже не снизила скорость. Также следователи устанавливают обстоятельства наезда на трехлетнюю девочку в Речицком районе. Ребенок вместе с двумя сестрами и братом находился у бабушки с дедушкой. Ее мама вместе с родственниками вышла к автолавке, которая подъехала к их двору. Взрослые, увлеченные приобретением товара, не заметили, как девочка вышла со двора и выбежала на проезжую часть. Сейчас малышка выписана из больницы. Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области расследуется уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого был травмирован трехлетний ребенок. Следователями устанавливаются не только причины, но и условия, способствовавшие совершению рассматриваемого ДТП. В отношении виновного лица санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. За 7 месяцев этого года произошло 28 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 28 детей получили повреждения средней степени тяжести, а один ребенок погиб. В целом по стране уменьшилось как количество ДТП с участием детей с 220 до 207, так и число пострадавших с 233 до 213. Ответственность за безопасность детей на дорогах в первую очередь лежит на взрослых. Сотрудники ГАИ просят родителей чаще напоминать своим детям о соблюдении правил дорожного движения и стараться быть для них примером. Как раз в преддверии нового учебного кода внимание инспекторов приковано к юным участникам дорожного движения. В рамках таких республиканских акций, как «Маленький пассажир. Большая ответственность», «Безопасная дорога в школу» и «Внимание дети» сотрудники госавтоинспекции уделяют особое внимание соблюдению скоростных режимов и правил перевозок детей. Родители-водители, которые не нарушают ПДД, получают приятные презенты от инспекторов ГАИ. Водителям, которые перевозят своих деток без нарушений правил дорожного движения, то есть пристегивают ремнями безопасности, используют детское удерживающее устройство, они получают сувенирную продукцию, а уже малыши-карандаши получают канцелярские принадлежности. Родители действительно беспокоятся о безопасности своих детей, и каждый родитель перевозит ребенка либо в детском кресле, либо используя детское удерживающее устройство, то есть бустеры. Самое частое нарушение, как показал сегодняшний рейд, это, конечно же, бывает, что даже при подъезде школы, имея в наличии детское удерживающее устройство, либо кресло, родитель перевозит ребенка, просто посадив на заднее сидение, либо на переднее. Республиканская акция «Внимание дети» продлится до 4 сентября. В этот период, в дневное время суток, движение должно осуществляться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Госавтоинспекция обращается ко всем водителям быть предельно внимательными, потому что на дорогах уже большое количество появляется юных участников дорожного движения, поэтому проявляйте внимательность при подъезде к пешеходным переходам, также вблизи остановочных пунктов, ну и, конечно, при движении в дворовой территории будьте очень внимательны, потому что дети могут, скажем так, выйти на дорогу даже из-за стоящего транспорта. При переходе через проезжую часть дороги пешеходы, конечно же, должны быть внимательны, но и не меньше внимательны должны проявлять и водители, которые подъезжают к пешеходным переходам. При подъезде к пешеходному переходу водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность остановиться в случае появления пешеходов на переходе. Что касаемо пешеходов, то, конечно же, они должны проявлять внимательность. И при подходе к пешеходному переходу обязательно стоит посмотреть по сторонам и убедиться, что транспортные средства остановились и водители вас пропускают. За невыполнение этого требования предусмотрена административная ответственность, предупреждение или штраф до двух базовых величин. Если родители будут соблюдать правила дорожного движения, будет меньше поводов для волнения за своего ребенка. Вероника Гамзюкова, Евгений Макеенко, Игорь Морищенко. Специально для Дефакто.